На данный момент Назарбаев считает, что он будет править ровно столько, сколько ему отпустит время, сколько ему будет в состоянии жить. И он не собирается в власть никому вступать, ни самым ближайшим родственникам, никому. Но я на самом деле думаю, что потому как развиваются события в Казахстане, в мире, и до меня доходит информация, как работают те или иные люди его окружения, и зная их лично, не понаслышке. Я считаю всего на самом деле два реальных сценария, которые можно рассматривать. Первый – это дворцовый переворот. Он очень реалистичный. И я думаю, что при таком развитии событий, скорее всего, власть будет перехвачена именно нынешним действующим премьер-министром Каримом Асимовым. В большей степени связано с тем, что именно Назарбаев фактически потерял контроль над властью, и он уже в связи с возрастом, в связи с отсутствием конкурентов, в связи с тем, что вот эти проблемы, которые существуют в обществе, они проходят мимо него. Очень высокая централизация власти. Руководители регионов зависят от центральной власти, и им все равно, что о них думает народ. Им самое главное, в первую очередь, что думает о них глава государства. Это приводит к тому, что те проблемы, которые формируются в регионах, в стране, они не решаются. Это накапливается. Но мы можем говорить об арабских странах, что вот они молодцы. Да, но посмотрите, главы этих государств, они находились у власти кто 23 года, кто 30 лет, кто 42 года, ну как вот ливийские лет. Ну что же арабы там 20 лет, 30 лет, 40 лет молчали. Но ясно, что известная поговорка есть, сколько веревочки не видится. Здесь происходит накопление этого протестного потенциала, и внешних признаков очень много. Реально, сопас прочности уже подходит к концу. Назарбаев у власти больше 22 лет. Это очень много. Представьте себе, мир поменялся. Когда глава государства мимо прогресса и технологий начинает душить спутника телевидения, интернет, все прочее, это говорит о том, что он не хочет в нашей стране никакого будущего. Будущее — это вот язык, это технология, это наука, все прочее. И если нет возможности такие знания нашим гражданам получать, а Назарбаев этому препятствует за своим окружением, то значит у нашего народа не будет будущего, не будет возможности занять свое достойное место в конкурентном мировом пространстве. Нет, невозможно занять конкурентную позицию. Это значит отставание, это отсталость, это значит сидеть на игле нефтяной. Если эта игла нефтяная куда-то уйдет, то обвал будет немедленный. И мы живем с таким лидером уже больше 20 лет. Все уже от него устали, потому что Назарбаев сейчас, я не случайно говорю, что это главный тормоз в стране, он закрыл все поры обществу, он не дает пробиваться молодым людям, молодым талантам. Политики уничтожаются, пресса давится, и вот этот потенциал, энергия общества, люди должны, они хотят жить лучше, они хотят развиваться, они хотят увидеть свое будущее, они хотят делать научные открытия, они хотят быть политиками. И Назарбаев все закрыл.